Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я Татьяна Григорьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня в выпуске. Когда врачи сами идут к пациентам в сельских округах, продолжаются выездные медицинские приемы взрослого и детского населения. А станица «Анапская медицина» станет еще ближе. Умным абонентам умные счетчики, как современные приборы учета, упрощают жизнь, позволяют экономить электроэнергию и даже предотвращают пожар. О пагубной привычке через искусство. «Анапская театральная студия» представит постановку о вреде наркомании на краевом конкурсе. И начнем с ЧП в Анапской бухте. Рыболовецкое судно, занимавшееся промыслом хамсы в Черном море, волной вынесло практически на берег станицы Благовещенская. На борту остаются 10 человек экипажа. К счастью, здоровью и жизни членов команды ничего не угрожает. Также известно, что на судне находится порядка 25-30 тонн улова хамсы. Запас ГСМ минимальный. Рефрижераторы, сохраняющие груз, скоро прекратят работу. Анапские спасатели ведут общий мониторинг ситуации. Меры к вызволению судна предпринимает Министерство транспорта Российской Федерации. В настоящий момент мы в соответствии с постановлением правительства в рамках полномочий муниципального образования, это постановление правительства 334, которое определяет порядок обмена информацией. В связи с этим алгоритмом была доведена информация до всех структур, в том числе и надзорных, на контроле этой ситуации Минтранса. По плану ликвидации этой аварийной ситуации должно быть задействовано судно, которое выйдет из Керчи. По нашим данным, это судно не вышло, ввиду того, что в том районе действует штормовое предупреждение. Также известно, что серьезных повреждений судна нет. Утечки топлива не зафиксировано. И к другим темам. По поручению вице-губернатора Кубани Алексея Капайгородского, в каждом муниципалитете создадут межведомственную рабочую группу. В прицеле ее внимания будут вопросы соблюдения миграционного законодательства. О проблеме нелегальной миграции говорили сегодня на краевом видеоселекторе. Благодаря усилиям правоохранительных органов администрации, прокуратуры и ФСБ, Анапа в числе территорий на Кубани, где эффективно противодействуют всем проявлениям незаконной миграции. Ситуация на территории муниципального образования города Куратанапа на сегодняшний момент достаточно стабильная. То есть есть небольшое увеличение прибывающих у нас мигрантов трудовых, но за счет строительства газового потока. В остальном по другим категориям граждан, так как граждане Узбекистана, Таджикистана, Армении, у нас примерно на уровне прошлых лет находится количественный показатель от общей доли этих иностранцев. Поэтому мы здесь не видим никаких дальнейших проблем с какими-то межнациональными конфликтами, потому что постоянно у нас работы проводятся со всеми диаспорами. На миграционном учете в Анапе состоят 5960 иностранных граждан и лиц без гражданства. Из 1045 выявленных в этом году правонарушений, основная часть приходится на нарушение правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации. 64 иностранных гражданина, находящихся на территории Анапы незаконно, выдворены за пределы нашей страны. По фактам фиктивной постановки на учет расследованы и направлены в суд 14 уголовных дел. Есть и привлечение к уголовности граждан Российской Федерации за постановку на регистрационный учет и также на иностранцев за фиктивную постановку иностранных граждан на миграционный учет. Срок достаточно большой, еще раз повторюсь, до трех лет, либо штрафами от 100 тысяч до 500 тысяч. По-прежнему важную роль в борьбе с нелегальной миграцией играют общественники. От бдительности квартальных, домкомов, координаторов ТОС, от того, как налажено их взаимодействие с полицией, в том числе зависит общественный порядок, безопасность нахождения на территории, благополучие санитарно-эпидемиологической обстановки и межнациональный мир. Сотрудники отдела по вопросам миграции, отдела МВД России по городу Анапе напоминают о фактах нелегального проживания иностранных граждан, их незаконной трудовой деятельности. Можно сообщать по телефону 8 861 33 2 10 65 4 68 82 либо 02. В амбулатории Станицы Анапской откроется новый дневной стационар, а также кабинет УЗИ. В эти выходные там прошел День здоровья. Такими досмотры помогают выявлять тяжелые болезни на ранних стадиях. Вместе с тем, к имеющимся возможностям необходимо еще и желание самих жителей. Число посетителей намерены наращивать, развернув агитацию на предприятиях. Волонтеры помогают посетителям сориентироваться. В первый же час после открытия амбулаторию Станицы Анапской посетили около 50 человек. Все вместе, все рядышком. Проходи, проверяй себя, следи за своим здоровьем. Это самое главное. Станичная амбулатория практически полностью укомплектована специалистами. Пока нет только окулиста. Он приехал специально на День здоровья из городской больницы. Также пригласили кардиолога. Местный в отпуске. Кроме того, во дворе передвижной флюорографический кабинет. Медики говорят, что такое решение для сельской местности является оптимальным, при этом действенным. Флюорографическое исследование является основным исследованием в ранней диагностике туберкулеза и заболеваний легких. Поэтому каждый пациент флюорографию должен делать. Хотя бы раз в год. Население сельского округа 23 тысячи человек. За прошлый год увеличилось на 2,5 тысячи. Прежде всего за счет внутренней миграции. Здесь отдельный коридор, который мы будем именно ориентировать. Здесь будет наша диспансеризация. То есть профилактика. Здесь будут специалисты, которые будут привлекать людей на своевременную раннюю диагностику и диспансеризацию. Мария Варламова показывает исполняющие обязанности заместителя главы города Екатерине Боровской. Будущий стационар на 9 коек, которые планируется открыть в следующем году место действующего трехместного. Помещение выделил муниципалитет. А вообще как принимать врачей? Замечательно. Очень хорошо. Какие-то есть предложения, может быть, замечания, что-то вот на повестке дня, что-то стоит такое? УЗИ больше нужно. УЗИ больше нужно, да? По словам исполняющей обязанности заместителя главы города курорта Екатерины Боровской, аппарат УЗИ приобрести вполне реально. Сейчас рассматриваются самые разные варианты. Главная задача же таких профилактических мероприятий – дать возможность всем, без исключения жителям, следить за своим здоровьем. Медицинские десанты еженедельно высаживаются в облаториях города и сельских округов. Традиционно каждый день здоровья посещают до 400 человек. Есть определенные планы работы на предприятиях нашего города. То есть проводить такую агитационную работу среди трудовых коллективов, для того, чтобы они впоследствии приходили на наши дни здоровья, которые проходят как в городе, так и в сельской местности. По статистике, заболеваемость туберкулезом и сердечно-сосудистыми заболеваниями в муниципалитете – одна из самых низких в крае. Основная задача – организовать работу так, чтобы желание населения заботиться о своем здоровье совпадало с возможностями. А в Субсекском сельском округе прошел Детский день здоровья. Как рассказали в сельской амбулатории, главной задачей было пригласить мам с малышами до трех лет. Для этого их специально обзванивали. По сравнению с прошлым годом, явка хорошая. Молодцы, все мамы пришли, привели. Никто не жаловался, что первое время, когда они все явились, их было много. Но они все спокойно пережили. Прием ведут врачи Детской городской больницы. Кто-то пришел на консультацию к конкретному специалисту, есть те, кто посещал всех. Полный обход занимал в общей сложности около часа. Приехали, все на месте, всех прошли. Не надо куда-то ездить, куда-то мотаться. В Анапе на базе школы номер 4 состоялось общегородское родительское собрание. Тема обсуждения – ошибки семейного воспитания, а также формирование здорового образа жизни у подрастающего поколения. На собрании все стороны сошлись во мнении, что только в тесном сотрудничестве педагогов и родителей можно уберечь ребенка от неблагоприятного воздействия улицы, интернета и сомнительных знакомств. В зале представители родительских комитетов и самые активные мамы и папы учеников всех городских школ и гимназии. В президиуме – представители управления образования, сотрудники силовых органов. На повестке дня – проблемы формирования здорового образа жизни и общего развития подрастающего поколения. Сегодня в Анапе-Анапском районе на профилактическом учете состоят 156 детей и 54 семьи, где родители недолжным образом выполняют свои родительские обязанности. Забирать у них детей не выход, нужно приложить максимум усилий, чтобы наладить климат в этих семьях. Обращаясь к родителям, начальник управления образования напомнила, что любую воспитательную работу нужно начинать с себя. Самое главное для нас с вами – это здоровье наших детей. Ничего важнее в жизни нет. Но для того, чтобы дети наши были здоровы, мы должны собственным примером показывать, что такое здоровый образ жизни. Огромную тревогу вызывает и неконтролируемое общение детей в сети интернет. Сегодня это один из самых эффективных инструментов воздействия на неокрепшую детскую психику. Фильтровать контент, к которому имеет доступ ребенок, должны родители. Однако работа в этом направлении ведется и на городском уровне. Мы, как управленцы, организовали большую работу среди школ, администрации школ, среди замов по воспитательной работе. Подключили социальных педагогов и педагогов-психологов, которые ежедневно мониторят сайты и контакты детей, школьников, там, где у них есть доступ. И выявляя эти моменты, выявляя непонятные вопросы, читая непонятные вопросы, общаясь с детьми, уже есть такие прецеденты, когда нам удалось зафиксировать один из таких сайтов. И мы эту информацию предоставляли в прокуратуру. Здесь же родители смогли напрямую задать волнующие их вопросы начальнику управления образования Наталье Микитюк. Следующее собрание планируется провести весной 2018 года. По всем вопросам образования, возникновения конфликтов в школьных и внешкольных ситуациях, жители города могут обращаться по телефонам, указанным на экране. В Анапе-Анапском районе продолжается работа по установке умных электрических счетчиков. Современные приборы позволяют не только экономить электроэнергию, но и даже предотвратить пожар. С начала года специалисты Кубанинерго установили более 4,5 тысяч новых приборов. До конца года их количество планируют увеличить до 6 тысяч. Частный сектор улицы Троицкая в хуторе Усатого Балка состоит в основном из новостроек. Часть домовладений уже подключена к электрическим опорам. А вот некоторые только начинают эту процедуру. Алексей – местный житель, совсем недавно построил здесь дом. Сегодня специалисты Кубанинерго заводят в жилище электричество. Подключение идет согласно всем требованиям современных технологий. Электрический счетчик располагается не в доме, а на столбе. У владельца остается лишь пульт, по которому он сможет контролировать показания потребляемой электроэнергией. Меньше, как говорится, движений лишних. Подошел, включил дисплей, показания снял, заполнил квитанцию. Погода, непогода. Не выходить на улицу, как говорится, показания снимать. Ну и, соответственно, я думаю, что и потери все будет учитываться, что мы, как говорится, не воруем. Монтаж трехфазного счетчика на опоре занимает не более 15 минут. Сам прибор помещается в водонепроницаемый короб, который в любую погоду остается герметичным. Далее настраиваются показания домашнего информационного блока. Специалист рассказывает абоненту, как пользоваться устройством, а также производит радиосинхронизацию между прибором на опоре и внутренним информационным дисплеем. Вмешательство в работу такого счетчика невозможно. Нету доступа людей к этим счетчикам и сразу фиксируются потери, потому что на ТП тоже устанавливается прибор учета, который связывается со всеми счетчиками, которые установлены на ТП. И видно сразу потери, кто учет. Делок утечка. Новые технологии – это в первую очередь огромное преимущество для потребителей. Кроме того, счетчики запрограммированы на ночной и дневной режимы. Они имеют прямую связь с координирующим центром. И в случае какой-либо аварии специалисты будут точно знать, куда выезжать для устранения поломки. Но самое главное – потребители будут получать действительно качественную услугу. Проблема в том, что существуют большие потери электроэнергии, и потребители получают некачественную электроэнергию. И для того, чтобы минимизировать этот эффект, чтобы напряжение в сети было стабильное и соответствовавшими нормами, было принято решение заходить сюда с энергосервисным контрактом. С начала текущего года было заменено порядка 5000 счетчиков у населения, по большей части преимущественно Анапского района. Умный счетчик обладает возможностью предотвратить пожар в случае короткого замыкания, отрубаться. Также важно отметить, что при замене счетчиков все это делается абсолютно бесплатно для потребителя. То есть меняется ему счетчик, новый ставится. И вот от опоры до дома непосредственно меняется на самоизолированный несущий провод СИП, который также является более безопасным для потребителей, более удобным. Всего до конца этого года планируется установить еще порядка полутора тысяч умных приборов. В Анапе завершился муниципальный этап краевого конкурса клубных учреждений на лучшую театральную постановку на тему профилактики наркомании. Абсолютным победителем стала работа Народного театра «Аквариум». Участники представили постановку под названием «С чистого листа», в основе которой лежат реальные события из жизни наркозависимого человека. Это реальная история одного человека, который написал свой дневник, друг которого запер ровно на неделю, и через силу он смог выстоять и жить дальше. Это очень щепетильная история. Каждый из участников до глубины души, я так думаю, проникся этой болью. Мы смогли донести до зрителя, что так делать не нужно, что это вредно, и насколько это больно, насколько это страшно. То, что ребятам по-настоящему удалось житься в роли, видно и по сильной проникновенной игре. 14 минут откровенных переживаний, боли и ненависти. Борьба за жизнь и вся палитра чувства и эмоций, которые переживает человек, борющийся с зависимостью. Конкурсная комиссия определила работу как лучшую из представленных. Актерам удалось донести до зрителя весь эмоциональный смысл страшного внутреннего состояния. Я совсем один. Кому нужна моя жизнь? Мама наверняка уже давно поставила на мне крест. Марина? Даже страшно представить, что с ней. Я не хочу жить. Я хочу умереть. Я хотел бы донести людям, чтобы они не делали таких ошибок, как делал тот человек, который писал этот дневник. Я не хочу, чтобы они испытывали то же самое и донести до зала это. Хотелось как можно живее сыграть эту роль. И были некоторые трудности, но все же все получилось, надеюсь. Теперь участники Народного театра «Аквариум» поборются за победу уже на краевом этапе конкурса, который пройдет в декабре этого года. Дальний Восток и Азия стали еще ближе для анапчан. Уже известный в Анапе гастроном «Север» изменил не только форму, но и содержание. Теперь экзотических продуктов из Китая, Японии и Таиланда там стало еще больше. А сделать выбор и совершить покупку еще удобнее. Ассортимент постоянно обновляется, однако расходится в считанные часы. Так что с покупками затягивать не стоит. Ну а что же такого уникального предлагает «Север» южанам, поближе рассмотрели наши корреспонденты. Гастроном «Север» славен не только отменной рыбной продукцией, красной и черной икрой, но и заморской бокалеей. Где еще в Анапе найти такой богатый ассортимент продуктов из азиатских стран? Все для суши и роллов, морские водоросли, икра, имбирь, васаби, а для начинки – креветка, тунец, угорь. Многочисленные соевые пасты, готовые маринады – основа для популярного тайского супа том-ям. Большое разнообразие китайской и японской лапши. Ну и, пожалуй, самый ходовой продукт. То, что делает любое блюдо чуточку вкуснее. Соусы. Здесь их великое множество и у каждого свой неповторимый вкус. Маринад кисло-сладкий для курицы с ярко выраженным вкусом подчеркивает вкус мяса птицы и придает ему такой колорит азиатский. Далее маринад корейского производства для мяса. Очень вкусные блюда из них получаются. Есть, помимо этого, линейка соусов, которые предназначены для приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. А это хит-продаж – креветочный соус. Он универсален, подходит как для рыбных, так и для мясных блюд. Непосредственно же к рыбе и морепродуктам подойдет устричный соус или специальный рыбный. Обязательно стоит попробовать корейские кетчупы и майонез, а также дальневосточный папоротник. Экзотические фрукты в сиропе по вкусу не уступают свежим. Апельсиновый концентрат и уже готовые соки. Они разительно отличаются от тех, что продаются в обычных магазинах. Отдельный стенд для сладкоежек. Китайские конфеты, воздушный зефир, жвачки, трубочки из кунжута, цукаты и чипсы. Богатый выбор кофе и чая. Зеленые, травяные, молочный улун. Каждый, кто заходит сюда однажды, становится постоянным клиентом. Уникальные ассортименты, при этом доступные цены, манят покупателей. Так как я человек из Сибири, я очень долго в Анапе искала этот ассортимент. Мы объездили очень много товарных точек и вот это единственное место, где мы это нашли. Я постоянно прихожу в этот магазин. Мне нравится здесь большой выбор соусов для разных маринадов. Курица, мясо. Чем интересно еще, что в Анапе не везде можно взять то, что здесь есть. И выбор хороший, цены хорошие. Для оптовых покупателей, санаториев, кафе и ресторанов в гастрономе «Север» действуют специальные предложения и скидки. Вас ждут ежедневно с 9 до 19 часов по адресу улица Астраханская, 75 Г, въезд во двор со стороны автозаправки. На базе детско-юношеской спортивной школы номер один прошли открытые городские соревнования по самбо. В них приняли участие около 100 юных спортсменов. Тренеры рассчитывают на успех своих воспитанников на краевых и федеральных турнирах. Всего самбо занимаются около 2000 анапчан. В основном это дети, юноши и девушки. Это национальный вид единоборств, так же, как дзюдо в Японии. В городе-куроте он стремительно набирает популярность. Во многом, благодаря успехам как взрослых спортсменов, так и юниоров, практически с каждого турнира, уровня края или округа, анапские самбисты привозят не менее 10 медалей разного достоинства. Общий уровень растет из года в год. Тренеры работают очень благотворно на своих местах, в своих спортивных залах. Максимум выкладываются и по технически, и общефизически. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию.